Уважаемые друзья рыбаки, всем крепкого здравия! Сегодня я прибыл на такое достаточно интересное, красивое, маленькое лесное озеро в надежде половить рыбу на поплавок И первый момент такой интересный достаточно заключается в том, что я забыл сегодня дома болотные сапоги Поэтому рыбачить сегодня я буду в кроссовках Ну и сейчас потихонечку разложу рабочее место Настрою удочку, все вам это расскажу, покажу, как я сегодня буду рыбачить и на что Ну и собственно говоря, приступим к рыбалке Потихонечку я настроил свое рабочее место Теперь давайте немного поговорим о стостях и соберем удочку Те, кто внимательно следит за моим творчеством и у кого стоят уведомления о новых публикациях Наверное, уже в курсе о том, что я намеревался приехать и половить на очень интересные такие поплавки Вообще стоит отметить, что эти поплавки применяются на необычной, так скажем, удочке маховой Это японский стиль, называется он хиробуно Я думаю, что я не буду давать какую-то историческую справку и рассказывать о том, где зародился этот метод Даже, наверное, стиль ловли А мы с вами, наверное, разберем сейчас снасть, которую я сегодня с собой взял Соберем удочку и я более детально остановлюсь на монтаже и на общей работе снасти в целом Итак, в хиробуне применяются достаточно мягкие удилища И эти удилища имеют достаточно толстые стенки внутренние, что позволяет удилищу очень хорошо гнуться И изначально хиробуны ловят карася и карпа Но мы сегодня с вами приехали на озеро, на котором есть достаточно хорошая платва И периодически проскакивает карась Не знаю, будет сегодня карась в прилове или нет, но платву мы с вами точно полуем Значит, что из себя представляет удилище? В данном случае это хиробуна Хайзен, длина 5,4 метра И только задумайтесь, вес этого удилища 85 граммов Оно мягкое И такое очень приятное на вид Здесь идет металлическая пробочка И дальше идет коннектор Вот такой вот коннектор Он идет с тряпочкой, на которой на конце завязывается узелок И потом уже к ней крепится снасть Значит, коннектор здесь идет с подшипником, то есть он вращается Зачем это надо? Частенько бывает такое, что перехлестывается леска вокруг кончика удилища И начинаешь крутить удочку Здесь просто натянул и она сама провернулась И все в порядке, ловишь дальше Я бы не сказал, что это удилище достаточно дешевое Значит, я связался с ребятами из интернет-магазина Старый Шаман И попросил у них скидку на это удилище В конечном итоге ребята предоставили мне скидку Примерно 30% от общей суммы заказа И это удилище мне обошлось примерно в 4000 А так оно стояло по цене 5450 рублей Сегодня у нас 2019 год, для справки Когда это удилище ко мне пришло, то для меня было достаточно такое шоковое состояние То, что я вообще в принципе не понимал, как на эту удочку рыбачить Потому что я привык к достаточно жесткому маху Потому что ловлю на живца, окуня, головля, щуку Понимаете, ловлю тоже на маховое удилище Плотву периодически и подлещика И как бы для меня, допустим, удилище, которое вы видели в видеороликах с боковым кивком Кайда Фортекса Оно для меня прям вот приемлемое Такое достаточно идеальное удилище Оно жесткое, оно легкое И оно достаточно пробивное То есть можно ветер с ним рыбачить Но в Хиробуне все гораздо по-другому складывается Здесь удилище может быть большим по весу, понимаете Но вы не будете держать эту удочку в руках То есть на весу вы ее держать не будете Удилище всегда стоит на стойке Кончик удочки постоянно опущен в воду Для того, чтобы вся леска проходила под поверхностью воды Это делается для того, чтобы избегать ветрового течения И ловля на Хиробуну, как правило, происходит в стоячей воде Либо в очень медленно текучей воде Соответственно, вы закидываете снасть Опускаете кончик удилища в воду У вас леска вся полностью проходит по поверхности воды И поплавок всегда стоит на одной точке В данном случае это удилище строя 3 седьмых Что это обозначает? Если вы подсекли рыбу, да? Вот такую примерно грамм на 200 Вы ее тянете, то у вас в работе Вот если разделить все удилище на 7 частей Работает только 3 передних части По факту я бы сказал, что это удилище скорее чуть более мягкого строя, чем 3 седьмых Очень распространенными удилищами является удилище 2 восьмых То есть это более быстрое удилище Для тех, кто будет выбирать себе удочку Можно порекомендовать два варианта развития событий Либо вы заходите на всем известный форум И начинаете штудировать тему по хиробуне Соответственно достаточно большое количество страниц Проштудировали, примерно в голове у себя уложили, что вам надо И пошли покупать На всем известном сайте, да? Либо вы, если ограничены во времени Если вот у вас прямо загорелось И вам очень сильно хочется побыстрее все это дело получить Заходите в интернет-магазин Старый Шаман На каждое удилище есть подробное описание Со строем и так далее и тому подобное Вес, длина, количество колен и так далее И плюсом ко всему По моему промокоду Ребята предоставили скидку в 5% Все это дело я помещу в описание под этим роликом Поэтому, пожалуйста, проходите Смотрите Интересуйтесь все, кому это надо Отдельной строкой стоит заострить свое внимание На поплавках для хиробуны То есть это достаточно длинные, как вы можете заметить, поплавки Зачем нужна такая длина поплавка? Значит, смотрите Как правило, поплавок огружается не вот так вот Да, как, ну, допустим, большинство рыбалков привыкло Огружать свои поплавки А огружается так, чтобы из воды торчало примерно вот Ну, примерно вот столько, да? Не будем сейчас прямо конкретно по сантиметрам выверять Сколько конкретно нам надо огружать Ну, вот, примерно вот столько Да, но, допустим, господа японцы частенько ловят так, что у них поплавок огружается вот так И у них достаточно такой интересный вид карася Который очень привередлив И он очень долго клюет И вот они прямо ждут, пока он прямо утопит всю антенну и только потом подсекает У нас рыба достаточно такая дикая И поэтому бывает такое, что буквально небольшое движение поплавка И уже надо подсекать, иначе рыбку не поймаешь Для того, чтобы было наглядно видно поклевку Я, наверное, буду огружать полок Так, чтобы у меня торчало достаточно большое количество антеннки над поверхностью воды Чтобы вам было все это дело видно Длина поплавка очень большая Поплавок крепится к леске вот здесь В этом месте с помощью коннектора И получается то, что у вас поплавочек огружен вот примерно вот так А вот эта вот вся часть Она находится под поверхностью воды Соответственно, здесь идет поверхностное течение А леска у вас проходит под низом И уходит на кончик удилища, которое опущено в воду Соответственно, таким образом вы избегаете ветрового течения Значит, по форме поплавка Есть два, казалось бы, практически идентичных поплавка Однако, есть тут такая достаточно существенная разница Вот смотрите Вот этот поплавок Он подойдет для ловли со дна Почему так? Потому что вот эти вот грани У него идут более пологие Соответственно, грузик кладется на дно Поплавок выставляется таким вооружем Чтобы у вас над поверхностью воды Была небольшая часть антеннки И вся эта оснастка, ну, своего рода похожа немного на донку Значит, чем длиннее вот это вот тело поплавка Тем на большую глубину он предназначен Соответственно, чем тело короче Тем на более мелкую глубину предназначен поплавок Обратите внимание вот конкретно на этот поплавок Здесь тело поплавка идет более такое, так скажем, крутое И поэтому этот поплавок достаточно хорошо подойдет для ловли в толще воды Плюсом ко всему у него идет не длинное тело Соответственно, вы сможете ловить на него на небольшой глубине Ну, примерно где-то до двух метров этот поплавок должен работать отлично Вот обратите внимание на такие вот коннекторы силиконовые Сейчас я вам покажу, как он закрепляется Ну, смотрите, вот мы берем поплавочек И вот наш коннектор Мы его берем и просто насаживаем на нижнюю часть поплавка Вот таким, нехитрым образом Вот, собственно говоря, и все Почему поплавок крепится на такой коннектор, а не идет сразу же с колечком? Потому что поплавок очень длинный А снастка вся будет храниться на небольшом мотовиле Поэтому во время транспортировки просто поплавок снимается с этого коннектора А снастка сматывается на мотовил, а поплавок убирается в коробочку И все, и вы спокойно идете и не боитесь, что большой, красивый, чувствительный поплавок у вас сломается Ну, с этим, я думаю, мы закончили И теперь можно прицепить уже полностью к сборке всей снасти Значит, начинаем сборку снасти Берем леску В данном случае я буду использовать основную леску диаметром 0,16 мм Складываем ее вдвое И делаем узел Восьмерку Вот такой вот Смачиваем его И затягиваем Дальше нам потребуется резиновый стопор Берем резиновый стопор Один Просовываем в петельку Вот так И затягиваем его на леску Вот таким образом у вас получилась петелька И здесь идет стопор Дальше Дальше Вот на этой петельке Нам надо будет связать еще одну Маленькую петлю Обычным прямым углом Вот такая вот маленькая петелька Также смачиваем ее И затягиваем Излишки вот эти вот лески Вот этот вот маленький отрезочек И его обкусываем Сейчас я покажу Как все это дело Крепится к коннектору Который стоит на удилище Делается это очень просто Вы берете вот эту петлю Прикладываете ее сюда К основной леске Понимаете? Вот так вот И в эту петлю Получается Просовываете основную леску Вот у вас получилась удавка Вот она Видите? Вот удавочка И все Теперь эту удавку Помещаете получается на коннектор И все это дело затягиваете Вот так вот И значит чтобы Вся эта система не слетела у вас Этот резиновый стопор Вы пододвигаете сюда Все Теперь у вас уже это никуда не денется Значит зачем нужна была Вот эта маленькая петля Вот эта вот Когда вы закончили рыбалку Вы стопорок вот этот Отодвигаете Дергаете за вот эту петлю И все у вас удавочка освободилась Значит берем леску И насаживаем на нее Стопор Один Сразу же ставим второй Чтобы поплавок у нас Жестко стоял Затем ставим Коннектор И ставим третий стопор Вот таким образом все это дело выглядит И сюда уже будет Крепиться поплавок Дальше нам будет необходима Вот такая специальная трубочка На которую Мы будем наматывать Листовой свинец Вот таким образом выглядит У нас вся оснастка То есть идет два стопорка Идет коннектор для поплавка Еще один стопор Фиксирующий поплавок Дальше идет Втулка для наматывания Вот такого вот листового свинца Вот так вот он выглядит Дальше идет еще один резиновый стопор Петелька И которые присоединены Два поводка Один с более большим крючком Повыше Другой С более мелким крючком Пониже Ну все Теперь нам остается только Закрепить На коннекторе поплавок И огрузить его С помощью листового свинца Изначально мы сделали монтаж Где у нас вот эта штанга Крепилась С помощью Фиксировалась точнее С помощью одного стопора Но по факту она Крепится вот так вот На два стопора Ну и все И теперь сюда уже Наматываем Листовой свинец И проверяем В воде Как у нас будет Поплавок себя вести Решил я в общем поменять место Уехал И присел с подветренной стороны Потому что там просто Как бы невозможно было рыбачить Потому что ветер в лицо А снастка легкая Закидывать очень тяжело Вот присел вот сюда В это вот местечко Такое достаточно интересное Достаточно красивое Значит Знаю по этому водоему О том что рыбку надо Все равно здесь прикармливать Поэтому закинул Три шара прикормки Значит взял Прикормку Базовую черную Базовую лещ Жмых Вот такой Миласу И добавил туда Значит Одну небольшую порцию Мороженого мотыля Вот такой вот он Нормальный мотылик И все И получилась просто Шикарная прикормочка Вот такая вот С вкраплениями мотылика Вот они То есть как бы много мотыля Добавлять не стал Сделал вот так И сейчас Мы с вами замешаем Тесто На которое мы с вами Сегодня будем Рыбачить Супер бомбическое тесто Которое пылит И тем самым Приманивает рыбу И в то же время На него мы и будем ловить Ну что Рыбка уже подошла На наше прикормочное место Плещется здесь Уже так прям хорошо Ну сейчас мы с вами Ребят Сделаем небольшой замес Значит Тесто Ну сухое Приобретал я так же В старом шамане Значит Туда в этот магазин Заходите И на каждое тесто Есть описание Плюсом ко всему Ребята молодцы Они На обратной стороне Упаковки Значит Приклеивают Инструкцию На русском языке Значит В каких пропорциях Замешивается тесто И из чего Оно собственно говоря Состоит Ну вот здесь у меня есть Насадка Старый призрак Быстрая атака Красный червь Вот такая Есть Насадка Старый призрак Дикое поле Вот такая вот Также старый призрак Быстрый выстрел Для карасей Красный И Старый призрак Быстрая атака Красный червь И начнем мы Наверное Ребят С Старый призрак Дикое поле Сейчас мы ее Откроем Так Она у нас идет В зип-пакете Все как положено Все для людей Так Ух Запах какой жесткий Фух Ну сейчас точно соберет Все рыбу Значит так Закроем пока И прочитаем инструкцию Способ применения Для ловли на одну эту смесь Смешать смесь с водой В пропорции один к одному Перемешать и оставить разбухать На 3-5 минут Перемешать еще Перемешать еще раз Насадка готова к использованию Давайте так и сделаем Стаканчик у нас Я думаю Такого количества Нам должно хватить На несколько часов рыбалки И все Сейчас сюда Столько же Водички Ну как бы Рекомендуют Что Чуть-чуть поменьше Брать Воды Сначала Так что Давайте Чуть-чуть поменьше Вот столько возьмем Так И замешаем Все Замешали Вот она уже Вобрала в себя Всю воду Запах конечно Просто феерический Ну и собственно говоря Все Есть у нас пока что Время Можно попить чайку Сильно похолодало Обещали вообще 5 градусов тепла Разыгралась волна Поэтому я сейчас Насадил В общем На оба крючка Опарышей И сейчас Надо будет Перекусить Плотненько И дождаться Пока ветер стихнет Если он вообще Стихнет сегодня Ну и как вы можете Видеть Одел шапку Самое главное Оружие Людей Страдающих С недостатком волос Сейчас мы сальца Как нарежем Будет у нас Все хорошо Ложку я тоже Оставил Так что Надо сейчас Палочку вырубить И сделать Из нее Ложку О, ложка Ну что, друзья, рыбаки Если кто-нибудь Из вас ест То вам Приятного аппетита И мне тоже Сейчас как Съем Пирожку С салом Да с хлебом Да с чаем Да на природе Все как Половим рыбы Я хочу попробовать Знаете, как ловить Хочу попробовать Как японцы делают Значит, верхний крючок С тестом А нижний крючок С животной насадкой Ну, в данном случае Вот у меня есть Красный опарыш Белый опарыш И мотыль я еще взял На всякий случай А то попробуем Ну все у настоялось давайте лопать можно пюре попробовать ловить друг 5 будет огонь кольцо хлебушек чаек пирожка красота ну что поели сейчас можно подкинуть немного при кормочке шарик или даже два парочку пускай рыбка подходит мы попробуем ее ловить вот ребят первая рыбка попала плотвичка ой какая хорошая вот как и говорил сейчас на верхний крючок тесто на нижний парочку опарышей попробуем сейчас ребят поставил оснастку с интересным поплавком по мгновению волшебной палочки поплавок начнет светится а если его утопит тогда он станет красным вот попалась еще одна рожка такая здоровая жесть берега взяла такое ощущение что там уже кто-то сидит есть еще одна здоровая какая кошмар во 200 грамм какая ночь совсем уже начинает сгущаться потихонечку хорошо что поплавок светится посидим сколько посидим потом пойдем в машину спать завтра с утра рано встанем и продолжим все ребят сложил я очень все вещи убрал стульчик закинул там на переднее сидение заднее сидение разложил поселил коврик спальничек но все сейчас залезу и буду спать не знаю может быть часиков до трех до четырех посплю и потом снова в бой доброе утро рыбаки в общем проспал я причем конкретно завел будильник на три часа проснулся 7 47 очень поставил удочку уже на подставку закинул и сразу же клюнул осорожка такая достаточно нормальная ну в общем не стал я продолжает ловить думаю сейчас сначала камеру поставлю и потом уже начнем так что вот сейчас попью чайку и начну дубасить ну если получится дубасить и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот она Клюнула Боевая такая Сорожка Обалдеть Плотвень Плотвень Вот Это колбаса Сейчас Кто-то притопил Отпустил Вот она 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 На тесто На тесто Попала Вот это Рыбеха Попала На верхний крючок На тесто А опарша не стала Она Она Клюнула Здоровенная Какая Клюнула 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 Давай! Ну? Апотеку! Вот она! Апотеку! 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 Идет! Ну и вновь! Апотеку! Ну и вновь! Вот рыбеха какая! Красота вообще! Огонь! Точно ведь на крючке уже сидит. Чуть еле-еле отпритапливает. А дальше не хочет. Есть! Есть! О-о-о! Уходится! Какая бойкая рыба дикая! Танкетка какая! Просто огонь! О-о-о! Ну давай-давай! Давай-давай-давай! О-о-о! 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 Да-да-да-да-да-да-да! О-о-о! Эх ты! Мимо! Мимо! Вот кто-то! Потыкил сейчас кто-то! Вот-вот-вот! Давай-давай-давай-давай! Ну еще чуть-чуть! Еще немножко! Давай-давай! Нету! Нету! Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот это рыбеха. О, какая здоровенная. Попала. На тесто попала. На верхний крючок, на тесто, поменьше кусочек насадил. Вот такая здоровенная сорога попала. Ну какая, 150 грамм точно. О, мощь какая. Чисто на тесто. На опару, кто уже не хочет плевать. Вот на тесто начались поклевки. Ну какая хорошая. Зачетная рыба. Ну какая хорошая. Зачетная рыба. Огонь. Поставил я более чувствительный поплавок, потому что поклевки такие, еле-еле душа в теле. Посмотрим, принесет это какой-то результат или нет. Эх ты. Давай еще, еще, еще. Вот такая. Вот такая суперская рыбешка. Вот такая суперская рыбешка. Просто замечательная плотва. Ну какая. Вот. Ну вот. Ну вот. Ну что, ребята, клев потихонечку начинает сходить на нету Так же, как и вчера днем, практически рыбка не клюет Поэтому я думаю, что мне уже можно собираться и ехать домой Значит, хотел пару слов сказать по удилищу Удилище Хиробона Хайзен Удилище для некрупной рыбы К этому удилищу надо привыкать, потому что оно достаточно лапшеватое Однако, вместе с этим, немаловажный фактор, который можно записать как плюс Является то, что она очень хорошо вяжет рыбу То есть, у меня за эту рыбалку не было ни одного схода, совсем В начале рыбалки рыбка хорошо реагировала на опарыша А на верхний крючок я насаживал пылящее тесто А сегодня с утра рыба уже начала отдавать предпочтение только чисто тесту Поэтому однозначно это тесто стоит брать на вооружение Все ссылки на удилище, на тесто, на поплавки и на другие аксессуары я оставлю внизу под этим видео А сейчас давайте достанем садок из воды и посмотрим, сколько рыбы я сегодня поймал Вот такой, ребят, нескромный результат Рыбка вся более чем зачетная Отличнейшая сорога, просто великолепная Сейчас сделаю несколько снимков и потом посчитаем количество штук И все это дело я отпущу Вот смотрите, друзья, какой нескромный результат принесла мне легкая поплавочная удочка С японским стилем оснастки Мерная платва Поплавочек деликатный Удочка, которая гнется в дугу Короче говоря, я такой кайф получил от этой рыбалки Прям вообще обалденно Поймал 19 штучек Но, как бы, конечно, это не самый фееричный клев Но зато, смотрите, какая Достойная рыбеха Прям вообще огонь Прям красота Ну а сейчас, ребят, все это дело Мы отпустим вас в ящи